Ах, сколько нам лапши на уши привыкли вешать за года! Ну, а мы теперь будем лапшичку эту с уши снимать и в сторонку откладывать. Будет наша новая программа о мифах разных, о продуктах питания и о продуктах воспитания, о медицине и науке, о странностях и обыденности. Вот какой миф найдем, так его и разоблачим. А начнем мы с замечательного мифа, истоки которого идут еще с конца 19 века. Это длиннющая лапша, которая нам навешивалась по поводу вреда сливочного масла и пользы маргарина в течение последней половины 20 века. Сначала нашим бабушкам навешивали, но они не сильно там верили. Потом нашим мамам с папами. Потом нам, мы же такие доверчивые, а сейчас и нашим детям. Граждане, начнем с того, что маргарин – вещь искусственного происхождения. И в составе его различные, химически обработанные до плотности и твердости растительные масла. Вначале это было серое, проактивное на вкус и цвет масса, которое даже совсем нищие есть не хотели. Хотя изначально маргарин и позиционировался. Только лишь как еда для самых нищих, которые там вообще с голода помирают. Но производители поняли, что вот такой серый, дерьмовый, с отвратительным запахом не продашь. Поэтому маргаринчик к 40-м годам прошлого столетия подкрасили, ароматизировали, взбили немножко и подали к столу человечества, одновременно заявив, что это самый лучший подарок для нас, бедных и сирых. А чтобы мы лучше покупали эту гадость, нам стали рассказывать сказки о том, как вредно настоящее сливочное масло. Вредно, говорят, настоящее, а полезно только искусственное. Человек, говорят, от маслицы сливочного холестерина вам заводится. Ужас и кошмар. А вот в маргарине холестерина нету. Ну нету. Вот честное слово. А откуда ему там взяться? Он же из растительных масел. Там вообще его быть не может. В растениях его не бывает. Но кто об этом думает? Зато в сливочном масле он есть. Ага. При этом нам просто забывают рассказать, что этот самый холестерин из масла настоящего организма просто необходим. Без этого элементика наши организмы плохо работают. Кстати, в последнее время постоянно можно найти в интернете кучу фактов о вреде маргаринов. Любых причем. И этот вред реальный, абсолютный и невыдуманный. И продолжительные по времени опыты давно доказали, что и крысы, и люди, заменившие масло на маргарин, болеют больше и умирают быстрее. Не верите? Гуглю вам в помощь. Я только призываю вас подумать, кому выгодно, чтобы человечество ело поменьше здоровой натуральной пищи и побольше синтетики. Ведь пачка маргарина, самая красивая на вид и самая приятная, намного дешевле в производстве, чем пачка настоящего сливочного. Что такое маргарин в сущности? Это гемогонизированные... Вот, блин, словечко какое мерзкое. Гемогонизированные растительные масла, плюс вода, плюс химический краситель, ароматизаторы, консерванты и прочая химия. Такая комбинация полезна только ее производителям, но не нам с вами. И если вы уж хотите оставаться здоровыми хотя бы до середины жизни, может вам стоит не вестись на рекламу, а включить мозги и подумать, кому, бля, это выгодно, кормить вас и нас химическими комбинациями. Я не настаиваю ни на чем. Я просто говорю, подумайте над очередным мифом, друзья. Да включите вы мозги, блин!